Жозефины Багарне. Помните, в тот раз мы рассчитывали Наполеона, а тут, все-таки, благодаря нему Египет, его экспедиции в Египет пришел в европейскую культуру, экспедиция Наполеона имела решающее значение в том, что Египет и эти древние знания стали нашим достоянием, А вот интересно рассчитать Жозефину, его первую и поначалу очень любимую жену, что должно было бы получиться у нее. Представьте себе, ее натальная карта дошла до наших дней, а она сохранилась. Я вам ее никогда не показывал. Это интересно посмотреть. Пока я ее включаю, два слова о биографии Жозефины до Наполеона. После понятно. Она стала... Нет, ее карты точно не показывала. Ее карты нет. Жозефины не показывал ни разу вам. Она... Что было до Наполеона? А до Наполеона было всякое. Она стала женой Александра Багарне в молодости. Но было мистически. Он женился на ее младшей сестре Багарне. А не на ней. Так родители распорядились. И он любил ее. А младшая сестра любила его. Но бедняжка в скорости... Ну это было сколько веков назад. Люди рано умирали. Сестра умерла. И тогда... Ну у славян тоже такое практиковалось. Вот это когда кто-то выбывал. Кто-то из родственников заменял. И она стала женой... Получается, он ей был муж сестры. Он ей был... Как это называется? Деверь. Своя. 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 Нет. Ну неважно. В общем, она стала... Они друг друга терпеть не могли. Ну то есть, видите, сестру... Он любил ее, а ее что-то не очень. Тем не менее, она родила двух детей. Сына и дочь. Они расстались с Багарне. Он сделал блестящую карьеру. Но он ее поддерживал материально. То есть, они расстались хорошо. А тут великая французская революция. Мужа хватают и по обвинению, что противник большевиков и РСДРП, на гильотину. То есть, Багарне отрубили голову. Но они были уже в разводе. То есть, как бы его смерть кармически не на ней. Ему отрубили голову в ее день рождения. Вот это вот какая-то муть идет, что, во-первых, сестра. То есть, она заменила умершую сестру. А отрубили Багарне первому мужу голову. Революционный трибунал в центре Парижа. В очередной ее день рождения. Она тоже попала в тюрьму. Ну, хоть и бывшая, но жена тоже должна была пойти на гильотину. Предсказание было в тюрьме. Пойти на гильотину, а в тюрьме. Там она встретила одного генерала. Они до этого были знакомы. И он ей говорит, ну, раз уж нам тут осталось обоим жить чуть-чуть. Ну, голову отрубят со дня на день. Это не Наполеон был. Другой генерал был. Давай уже, как бы, чтобы хоть на том свете было о чем вспомнить. Раз уж осталось тут день-другой, чего уж тут. Согреться. Да. Да. Как бы, ну, как-то надо, чтобы с ума не сойти, ожидая поездки на отрубание головы. Они стали любовниками. И тут приходит новость, что самих революционеров повязали, и казнь отменяется. Это я хотел спросить у вас, что должно быть в двенадцатом доме. Ну, вы уже так конкретно говорите, должен быть хороший двенадцатый. И любовь-то. И приговор отменили. Потом она вышла, счастливая. С генералом этим она больше не общалась. Ну, уж казнь отменили уже. Ни смысла? Ни смысла. Интереса нет. Да. Быть вместе. Согреваться. У нее был другой человек из администрации президента. Это перед Наполеоном, как была такая череда микро-романов, но очень полезных. Очень. Потом они познакомились с молодым офицером, и она стала его женой, и это она продвинула никому неизвестного, мрачного, отталкивающего, неприятного юношу, пользуясь своими связями. Она проехала, посетила несколько кабинетов, чтобы ее поздравили с новым счастьем, и эти мужчины при должностях. И чтобы не просто поздравили, а поспособствовали карьере ее молодого мужа. И они поспособствовали. Если бы не она, его произвели в 24 года, даже этому такое не снилось, как забыл фамилия, зам Щелкова, муж Галины Леонидовой. Чурбанову такого не снилось. Наполеон, зять у Леонида Ильича, Наполеон стал генералом без особых на то заслуг в 24 года. Еще какая! Но делала-то как все правильно, по уму, да. Это все она, это все она. За то и поплатилась. Но она была умна, красиво образована. Она была, конечно, царицей парижского общества. Но одной из заметной фигурой. Вот ее натальная карта. Я вам точно ее не показывал, коллеги. Потому что тут данные надо подить вручную. Она родилась на острове Мартиника. Это принадлежало Франции, но она родилась... А Мартиника эта, богом забытая, она находится где-то в... Где находится Мартиника? Кто в курсе? Да, где-то в океане она там, богом забытая. И вот она родилась на этом острове Мартиника. Но ее карта в каком-то роде нам очень поучительна. Во-первых, Робеспьер хотел ее казнить. А вы бы сказали, ну вот этот революционный трибунал, а вы бы сказали, люди, это еще кто кого казнит. У нее в доме революции северный узел и нелетроградный уран. И казнь отменилась. То есть как бы она от урана не пострадала. Хороший уран в одиннадцатом доме? Да. Самый лучший. Еще пару судье. Да, да, нелетроградный и на северном узле. Дальше. Она сидела в тюрьме. Это типа как в гороскопе у Виктора Франкла, который прошел через все концлагеря. Она сидела в революционной тюрьме, как бывшая жена врага революции, Багарне. И ожидала со дня на день того же самого. Секир Башка. В двенадцатом доме Юпитер в соединении с Венерой. Юпитер с Венерой сказали. Да не бывать этому. Да не бывать. И она вышла из тюрьмы абсолютно. Волосок с головы не упал. Более того. А роман, вот этот вот, якобы в последние дни жизни, которые оказались далеко не последними. Венера в двенадцатом доме. Ну, тридцатый градус. Ну, потому что они думали, что это в последний раз. Они любили друг друга страстно, потому что, как говорят, как в последний раз. По счастью, раз был далеко. А вы помогли с карьерой. Да, да, естественно, не последний. Между прочим, Наполеон, когда уехал в первый поход свой, великий, завоевательный, Ему сообщали добрые люди неприятные известия, что Жозефина, молодая жена, она проводит время не в грусти, не в тоске по уехавшему мужу, не тоскует. Венера в двенадцатом доме, правильно или нет? Должны быть внебрачные связи? Должны, должны. Его это очень ранило, но сделать было ничего нельзя. И, наконец, генеральская жена. Сожженный Марс. Да, она несла мужчинам успех в военной карьере. Александр Багарне, казненный ее первый бывший муж, тоже носил титул генерала. То есть она была дважды генеральская жена. Первый раз Багарне, но там без ее участия он им стал. А Наполеон уже при ее содействии, но тоже стал генералом. Сожженный Марс. В общем, прожила свой гороскоп полностью. Давайте рассчитаем ее по древнеегипетскому календарю. Она родилась 23 июня, лунный день 12. 12 лунный день. Бахус она, поэтому любила компании, любила хорошо... Вторая фаза Луны. Наш. Да, хорошо и весело проводить время, а не сидеть в монастыре и молиться. 23 июня, 12 лунный день. Открываем у кого с собой книга, тотемные знаки и ищем сначала тотемный знак по месяцам. Смотрите, она родилась в конце июня, а календарь начинается с 7 июля. Значит, ее дату рождения надо искать в начале или в самом конце. В самом конце года. Совершенно верно. Потому что год начинается с 7 июля. Итак, поэтому мы с вами пролистываем, 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 пока не придем, правильно, да, пока не придем к 23 июня. Итак, вот у нас июнь. Все открыли? Это на 13 странице. 23 июня. Вторая фаза Луны. С 9 по 15 лунный день. Ее тотем земляной червь. Земляной червь это люди, которые успешны во всех проектах, связанных с землей. Ну, она этим занималась немного, но недвижимость у нее была. Была недвижимость, жила она во дворцах. А что интересно? Вот этот земляной червь это ее отец. Ее отец на Мартинике, на этом острове, был фермером. И почему он выдал младшую дочь за Багарне, а потом, когда она умерла, Жозефину? Потому что у него было много земли у отца. Но у отца не очень хорошо шли дела его фермерские. И он планировал, а Багарне был при деньгах, что зять оплатит все долги и даст денег на развитие сельского хозяйства. Поэтому он сначала одну дочь пристроил, а потом, когда она умерла, старшую Жозефину пристроил под Багарне. Ну, в общем, я думаю, что земляной червь это об этом. О том, что у отца было большое земляное хозяйство. Итак, мы запоминаем, что это у нас четвертый месяц сезона Шему, что это двенадцатый месяц, правильно, года. Это вот складываем четыре, двенадцать, плюс два, уже сколько получилось? Восемнадцать. И последнее, надо посмотреть тотем ее уже по второй системе. Это тотемные знаки по неделям. Точно так же ищем двадцать третье июня и находим эту информацию на странице двадцать шестой. Кролик получается. Получается кролик. Кролик какой стихии относится? Огонь, земля, воздух или вода? Земля. А земляной червь, разумеется, тоже. У нее оба тотема из земли. Вы бы ей сказали, вот родилась на Мартинике, там и живи. А она переехала в Париж. Это далеко. Это через воду. И как бы кончилось все не очень хорошо, когда Наполеон дал ей отставку. Для Жозефины это был удар непереносимый. Когда Наполеон инициировал развод с императрицей. Для нее это был просто крах, крах всего. Почему? Люди с годами меняются. С годами Венера в двенадцатом доме успокоилась. И она искренне как-то привязалась душевно. Полюбила своего мужа молодого. И хотела уже не изменять ему, ни вот этих вот всего этого уже не было ничего. Быть самой лучшей женой на свете. Но ему уже это было не надо. То есть они во времени не сошлись. Когда ему это было надо, ее всякие генералы, манили. А когда она решила, что все хватит, что есть муж и надо жить только для него. Мужу это уже для него перестало быть актуальным. Так, коллеги, кролик номер четыре. Итак, все сложили. Получилось двадцать два. Мы готовы. Месяц двенадцатый нечетный. Месяц четный, божество номер двадцать два. Открываем богов и смотрим. Двадцать второе божество. Кто это? Женская. Зайчиха. Это богиня крольчиха или зайчиха. У кого зайчиха или крольчиха получилось? Богиня унут. То есть женское божество, изображающееся с головой зайца. А смысл какой? Смысл это богиня-покровительница материнства. Материнство. И из-за этого-то у нее с Наполеоном ведь все и сломалось. Она родила двух детей от Багарне. А потом уже была в том возрасте, когда уже зайчихой, крольчихой быть не могла. И у нее южный в пятом доме. Ей этого и не надо было делать. А Наполеону нужен был наследник. Итак, ее богиня унут. Читаем интерпретацию. То, что мы писали сегодня. Женское божество, рождение двенадцатый, в четный месяц. Идеальный характер матери и жены, умение всем угодить, под всех подстроиться, не теряя при этом своего лица. Женская хитрость, кокетство, коварство. Все про Жозефилу Багарне. Но Наполеон совершил фатальную ошибку. Расставшись с ней. Потому что расставание с ней означало и конец его собственной истории. Она его очень просила этого не делать. Она умоляла его взять. Была согласна воспитывать. Ну, чтобы взять на воспитание. Ну, то есть, вот то, о чем он мечтал. Но ему обязательно нужно было вот это сбрендил. Ну, чтобы эта кровь. Ну, чтобы не чужое. Его был ребенок родной. Ну, как у Александра Абдулова история. И финал плохой. Когда он ей сказал, что решение о разводе окончательное, она упала в обморок. Упала в обморок. И была в долгом обмороке. Потому что для нее это была наивысшая потеря в жизни. Ни короны ей было жалко. Ни короны. Когда он ей объявил, что он хочет стать императором. А она будет императрицей Франции. Она пошутила и сказала, да, ты будешь императором. А мне казалось, что Наполеон более высокое звание. Она тонко намекала, что как бы быть Наполеоном лучше, чем быть императором. Но их короновал Папа Римский. И она была императрицей. В общем, не короны ей было жалко. А то, что она его очень полюбила. А он дал ей отставку. Богиня Унуд, богиня материнства. Она была прекрасной матерью. Она обеспечила сына и дочь блестящей судьбой. Все, что могла, она для них сделала. Но южный узел в пятом больше детей она не могла иметь и не должна была иметь, чем у нее уже было. Поэтому, коллеги, великая женщина в великом представлении.